Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость с очень редким именем. Вот у него тут написано на табличке. Миша зовут. Майкл. Да, надо сказать, что это в наше время редкость. Так Майкл у нас приехал из Нью-Йорка. Было? Да, из Бруклина. Из Бруклина. В Нью-Йорк вы откуда попали? Ну, в Нью-Йорк я приехал из России, можно сказать, из Тюмени, да. Да вы что, нефтяник такой в душе? Да. Комары там? Ну, я там, да нет, в принципе, я там больше зимнюю часть года был. Понял. Так вы приехали из Тюмени. У вас есть видеоканал, я видел там какое-то очень популярное видео на тему о чем? Вы так по городу идете? Я работал в языковой школе в Нью-Йорке, когда, ну, то есть на On Campus был еще студент, когда приехал, и у меня была задача записать видео, объясняющее студентам, как поменять статус, то есть как остаться в Америке, грубо говоря, учиться. Вот, и я на своем канале разместил это видео, достаточно такой популярный был очень. Какой канал-то у вас, скажите? На YouTube он называется HiggsMR, насколько я помню. ХиксMR, мистер Хикс. Да, ну, если искать по Майкл Хиггс, то он на Кем Ларде. Ну, вы тогда зайдите, и я повешу сюжетик, и вы там дайте ссылочку. Хорошо. Вот, значит, то есть как остаться после языковой школы? Да, нет, после как остаться после J1 люди приезжают по программам обмена, как остаться туристу, то есть человек хочет там выучить английский, поменять язык с визой. Хорошо. Вы у нас на U-тесте там блистали, можно сказать, в течение какого времени? На самом деле где-то зимой я начал смотреть ваше видео, и в каком-то видео порекомендовали уже набивать руку. Ну, если планируешь приезжать и работать в этой сфере, то набивать руку уже на U-тесте. Собственно, что я и сделал, я зарегистрировался где-то в мае, в июне начал, после Сэндбокса. Где-то в июле-августе я уже стал голд-тестером. Быстро? Да, достаточно быстро, очень много проектов было. Самое главное в начале хорошо начать, и сейчас я как-то голд-тестер. Я слышал какую-то историю, что вы какую-то рекорд, рекордную сумму какую-то зашибили. Ну, это больше исключение, чем… Давайте про исключение. Да, в общем, у меня был проект очень интересный. Я не могу сказать, что за проект, потому что там надо же говорить, что за проект. Я был в новом проекте, это Data Validation был, и мы тестировали, скажем так, мобильные платежи в разных магазинах, скажем так. Так удалось вывести часть платежей? Да нет, просто платежная система, проверяя, как они работают, тестировали. Очень интересный такой праджик был, нас отправляли в Техас, мы ездили в Хьюстон, там все оплачивали, машины и так далее. В тот месяц получилось около девяти тысяч долларов получить. С комендировочными? С комендировочными, да. Ну, где-то две недели, наверное. Слушай, еще все ютесты. Да, но как бы это больше исключение, если говорить так про фулл-тайм занятость на ютесте, то редко больше двух с половиной заработаешь, но заработаешь хорошую практику именно в таком black box. Но вы у нас вот месяц проучились, у вас что-то в голове устаканилось? Абсолютно, как бы я абсолютно не жалею, как бы я со своей стороны, когда я учился, когда я работал на ютесте, у меня была каша в голове, было понятно, как бы делать как экзекьюшн, но не было понятно, как это применить на практике, то есть не то, что применить на практике, как это работает в теории, то есть не было некой структуры в голове. В школе здесь нам Марина и Жанна хорошо так объясняют структуру именно, как это все работает, что такое тест-кейс, то есть как бы тех знаний, которые были, недостаточно для того, чтобы найти работу. То есть это была больше практика. Вы уже на практику в компанию выходите сколько уже? А уже ну почти неделю, то есть на 4 дня у нас было. Давайте так, значит вы тестировали на ютесте, вы в классе сидели, теперь вы в живой конторе сидите, это вам какое-то измерение добавило к картинке? Абсолютно добавило. Я же говорю, ютест, это больше сидели, это как фриланс. Проект появился, 2 дня поработали, на нем перешли к следующему. Здесь больше такая вдумчивая работа с планом, то есть с написанием тест-кейсов, но более интересно скажем так. Проект интересный сам по себе? Проект интересный, да. Ну как бы это стартап и такого еще нет, то есть это в сегменте B2B, как бы мессенджер такой защищенный, интересный как бы. Ну в общем вы тогда не пропадаете и потом будете рапортовать, а вы работать будете потом в Нью-Йорке, да? Да, я планирую Нью-Йорк, Нью-Джерси, потому что у меня там семья. Ну хорошо, тогда мы вас в скайпе там найдем. А вы, слушайте, а у вас же канал есть, я смотрю, вы давно там ничего не вешали, а вы вот снимайте, как вы тут у нас. Ну, кстати, да, можно, почему нет, думаю, что так. Тем более, если канал есть, уже видео снимал чуть-чуть, не начинающий. Все, тогда давайте у нас Михаил бежит на практику, вот мы с ним прощаемся и для девушек вопрос, вы свободны или не очень? Не очень. Не очень, все, девушки, значит, расслабляемся, вот, одного знакомого у вас есть, хорошие друзья? Друзья есть. Свободные. Так что, если что, пишите к Михаилу, обращайтесь в Нью-Йорке. Рекомендую. Хороших ребят. Все, договорились. Рекомендую.